В Беларуси сегодня стало больше на одну национальную святыню. Икона Девы Марии и владычицы лесов аналога нет во всем мире. Созданием с нуля занимался ювелир Николай Кузьмич. Больше чем образ презентовали, официально осветили в Пружанах. Там же показали и полную серию драгоценных икон, которые финансирует католический меценат. Его имя не разглашается. О духовных символах репортаж Лидии Заблудской. Памятник архитектуры барокко с историей и молитвами в 400 лет. Троицкий костел в Ружанах. Кроме десятка чудом, сохранившихся через века росписей и икон, недавно здесь на постоянно прописалась новая святая Варвара. Оберег от внезапных болезней и неожиданных происшествий в авторской чеканке самого ювелира Кузьмича. Верем в свое часу развернуть наши молитвы. Про заснукнительство святой Варвары до Бога Всемогутного, как бы однодушно тревающего молитве просил Бога об милосердности Божией для нашей краины Ежихару. Более года драгоценный образ путешествовал по католическим и православным храмам Беларуси. Маршрут от Лиды до Бавруйска. Икону намаливали и благословляли. Сегодня утром святую Варвару спецрейсом доставили и в Пружаны. Место встречи святой заступницы у, пожалуй, главной достопримечательности города. У шлихетского палацика собралось несколько сотен человек. Не только жителей Пружа, но и католических служителей со всех диоцезий страны. Объединились молитвы к пану Езусу с помощью крестного хода. И что символично и вопреки гонениям церкви в 20 веке по Советской улице. Единственная точка остановки в пути у монумента в память о сожженных деревнях. Таких в годы войны в Пружанском районе было 57. Далее процессия направилась к одной из главных святынь Брестской области. В костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Возвели в конце 19 века. Здесь звучала молитва даже во времена Великой Отечественной. Но в 50-х годах богоборческая власть буквально разрушила внутреннее убранство орган. Здесь не осталось, увы, ничего. И вот в 90-х тут вновь звучит молитва. Сюда вновь приходят сотни прихожан. И такому символу Возрождения сегодня вручат новую будущую национальную реликвию. Дева Мария, владычица лесов, аналогов не найти не то, чтобы в храмах мира. Здесь и гугл беспомощен. Исключительно авторский эскиз за 7 месяцев воспроизвел мастер возрожденного креста Ефросиньи Полоской. Задача была, конечно, сделать в одном экземпляре. То есть в единственном зачисле икону, которая владеет и лесами, и всеми нами. Хотелось бы, чтобы так оно и было. Эффект древневизантийского чуда. В тончайших золотых перегородках их не увидите невооруженным глазом. И палитре эмали от французского лиможа. Образ весомая почти полтора килограмма из золота и серебра. Дополнили изумрудами, горным хрусталем и хризопразами. Это наш костюм. Кружанский костюм. А здесь палатник кружанский. Условие такое было. Заказчик, надо привязать к местности. Леса, наверное, все отвечают нам, так сказать, белорусским мотивом. Ну и вот ее покров. Такой замечательный покров Божией Матери. Теперь икона будет не только на страже Беловежской пущи. Всех легких страны. Оберегает, в частности, работников лесного хозяйства. В последнее время разные природные катаклизмы. Это буреломы, усыхание, пожары. Ну и с учетом того, что у нас появляется своя покровительница, мы очень сильно надеемся на то, что вместе с покровительницей, с Божьей помощью, общими усилиями мы справимся. И она будет нас оберегать от этих разных природных катаклизмов. Спустя три месяца готовности святыни торжественное освящение. Не только придание произведению искусства благодати. Больше официальное признание и включение изображения в список святых. Освящение от апостольского нунция посла Ватикана Анты Йозича. Я уверен, что и будут чуды. Божьи происходят в вере иконы. Это будет не чудотворное. Но это только начало, надо молиться. Отныне официально признанная национальная святыня будет храниться под сводами пружанского костюма. Очень вдохновляет, так приятно, что у нас в пружанах такое случилось. Это для нас большой праздник. И люди обращаются с просьбами, со своими. Деву Марии, в надежде, что она поможет. И так есть. Когда мы верим, то мы получаем торжество и радость. Радость при виде этой иконы. Спасибо вам большое, что привезли икону в наш костюм. Духовно и каштовностью станет, когда почнем про заступництво Нарыи, про заступництво Святой Варвары, про заступництво розных святых, про за яких заступництво молимся. Мы почнем отремливать полные ласки от Пана Бога, выконание этих просьб, за якими извертаемся, оздоровление, опеку. И только тогда можем лечить, что это сдобывая каштовность такую духовную першту. Икона Святой Девы Марии стала второй из 12 в серии от Брестского мастера и мецената. На очереди, уже в разработке, образ покровителя католической церкви Беларуси, Архангела Михаила. И каждая будет открыта для молитв находиться в храмах Брестской области. Лидия Заблотская, Алексей Юнош, Анзор Тужаев и Александр Могучий.